Добрый день, здравствуйте. Начинается программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. На ближайшие 35 минут моим собеседником станет ректор Вятского социально-экономического института, доктор экономических наук, профессор Владимир Сизов. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. Ну, вы уже были на нашей радиостанции, были как раз-таки в гостях, в особом мнении один раз. Сегодня ваш второй приход. Да. Вот первый раз был до начала нового учебного года, второй раз уже, когда учебный год начался. Пользуясь случаем 12 сентября, сегодня все-таки, наверное, можно поздравить с началом нового учебного года, еще не поздно. Можно поздравлять до нового года. Как, ну вот, хотя бы каратенечко, какие-то впечатления от начала нового учебного года, как у вас прошло все? Я бы сказал, что у нас в институте этот год лучше, чем предыдущий, хотя мы считали, что и в прошлом году было неплохо, поэтому такой оптимизм присутствует. Лучше по тем ребятам, которые пришли учиться? Конечно, мы всегда оцениваем, так сказать, начало года, как мы сумели набрать студентов, кто к нам пришел, какой уровень их подготовки, какие ребятки. Все-таки очень отличается год от года, иногда им много абитуриентов, а качество их, скажем так, оставляет желать лучшего. А в этом году и ребят много, и качество подготовки их тоже радует. Думаю, что мы сумеем с ними хорошо поработать. Ну, успехов вам, конечно. Я напомню сейчас нашим слушателям о том, что вы можете слушать наши программы не только на волне 101.0, но и на нашем сайте. Там есть не только аудио и видеотрансляция, но и видеотрансляция. Можете заходить, заглянуть на нас, на нашу студию, на нашего гостя. Кроме того, все особые мнения, анонсы особых мнений регулярно выкладываются на сайте, и там есть также ссылочка для того, чтобы вы задали вопрос нашему гостю. Заходите и задавайте вопросы. В ходе программы мы будем обсуждать не столько образовательные какие-то темы, больше политики, будет экономики. Ну и хотелось бы начать с того, что обсуждается очень активно на этой неделе. 8 сентября, в воскресенье, был единый день голосования. Выборы состоялись и в нашем городе, до выборов в городскую дому. Самые яркие выборы, пожалуй, были в Москве и Екатеринбурге. Вы, Владимир Сергеевич, следили за этими процессами? Как активный гражданин, конечно, меня это все интересовало. Я все быстрым наблюдал за тем, как шла нынешняя избирательная кампания. Она отличалась, безусловно, от всех предыдущих, которые были, ну, во всяком случае, последние 10 лет. Вы говорите о нашем городе? Вот хотелось бы для начала о нашем городе поговорить. В целом, вообще, скажем так сказать, по стране, но и о нашем городе в частности тоже. Потому что, если посмотреть на ситуацию в нашем городе, она как раз радикально отличается от того, что было, скажем, в Екатеринбурге или в Москве. То есть, ну, прежде всего, отличается крайне низкой явкой. Я сейчас не скажу процент. 10,5%. 10,5%. Да, это, в общем-то, ну, что такое 10,5%. Это, скажем так, пришли чиновники и члены их семей. Все. Больше никто не пришел. Ну, результат соответствующий, кто был выбран, то есть, понятно, да? Что говорит, о чем это говорит? О том, что, мне кажется, население Кирова окончательно разуверилось в том, что голосование что-либо решает, и голосованием можно выбрать своего комментатора. А может быть, люди просто не знали или не придали большого значения этим-то выборам? Все-таки, ну, что-то меняется. Один депутат из 36, ну, что тут такого существенного? Маловероятно, что люди не знали, потому что, в общем-то, единый день голосования рекламировался не только местными СМИ, но очень активно шла подготовка федеральными каналами различными. То есть, мне кажется, люди знали, но игнорировали. То есть, посчитали, во-первых, до выбора не столь важными, поскольку все равно, наверное, расклад не изменится в Думе. А во-вторых, ну, еще раз скажу, что есть определенная уже апатия к выборам и недоверие. Что может изменить такую ситуацию, на Ваш взгляд? Ну, приход, скажем так, каких-то новых региональных лидеров. Потому что все-таки зависит в регионе от регионального лидера, очень многое зависит. То есть, если он будет вести какую-то, ну, скажем так, громко сказанную, ну, революционную деятельность... Революционную в хорошем смысле слова, не призывать к свержению. Ну, если это революция не только политическая и техническая, социальная энергия. То есть, я в этом смысле имею в виду, что общество должно быть потрясено теми изменениями, которые происходят. Если застой, так он застой. То есть, вот все и стоят, ничего не делают. Ну, что мы сходим? Что от этого изменится? Мы видим, такие лидеры все-таки появились, да? И в столице Урала, и в столице нашей Родины. Похоже, что появляются. Пока говорить об устойчивом тренде я бы не рискнул. Но такое, да, пожалуй, явление какое-то произошло. Ну, что касается Москвы, как раз-таки сегодня появилась информация с утра, что Алексей Навальный сегодня сдержал свое обещание. Он обжаловал в суде итоги выборов. И что вот там дальше будет, пока непонятно. С самим фактом обжалования вы согласны? Ну, я согласен с итогами выборов. Несмотря на то, на свои личные, так сказать, убеждения, кто там должен быть мэром в Москве и так далее, выборы были достаточно прозрачными, достаточно чистыми, к чему, наверное, основная часть населения не была готова, кстати говоря. Поэтому, если бы эта часть, которая не готовая, не пришла на выборы в Москве, а это там тоже достаточно маленький процент, 37, кажется, процентов проголосовало. То есть это тоже немного. Вот если бы те люди, которые, в общем-то, проявляют уже апатию и неверие, пришли на голосование, я думаю, что итог вот этих чистых достаточно выборов был бы другой. То есть вы полностью согласны с этими данными? У Собянина 51 с небольшим процентом, у Навального 20 с 70 с небольшим? Даже если он был нарушен, он все равно не дает Навальному повод, в общем-то, как бы... А ведь Навальный-то как раз-таки у него это основная претензия, насколько я понимаю. А я смотрел, вот сколько проголосовало он до дому, там было, ну, больше 1%, но меньше 2%. Вот сейчас точно я скажу. Но все равно этот процент, пусть даже 2%, они не дают ему перевес вот в этой борьбе. И все равно надо правильно тоже роль и личность Навального оценивать. Я бы не сказал, что он такой популярный в Москве. В Москве присутствует достаточно часто, общаясь много. То есть там, это вот здесь может быть он герой, а там, ну, для многих это, в общем-то, пугало. Многим задают этот вопрос, не знаю, задавали ли вы его вам, ну, почему бы и нет. Как вы считаете, чей все-таки проект Алексей Навальный? Вопрос, конечно, интересный, потому что здесь мы можем гадать только на кофейной гуще, но единственный повод, который дает говорить о том, что это проект чей-то как раз, а не самостийный, это то, что его отпустили из, собственно говоря... Ну, это как раз-таки приговор по делу Гера Флеса, да. То есть это вообще нонсенс во всей российской, да и советской уголовной практике такого никогда не было. Безусловно, да. И вызывают, в общем-то, вопрос, почему отпустили, зачем отпустили. Потому что если, забыл фамилию человека, по болотному делу, который проходил, его не отпустили на один день на похороны матери, а здесь, значит, уже приговор, это же даже ведь он же не под следствием, уже приговор оглашенный, все-таки его отпустили на свободу, это вызывает массу домыслов. И, ну, на мой взгляд, и, скажем так, и власть должна объяснить, почему это сделало, но и Навальный тоже должен был бы какую-то свою версию предположить, иначе вот эти вот сразу возникают шпионские разные версии о том, что Навальный, возможно, так сказать, продался кому-то, кому власти. А что касается ситуации, которая сложилась в Екатеринбурге на выборах, насколько для вас было неожиданно то, что с небольшим перевесом, все-таки такая личность, как Евгений Ройзман, он выигрывал. Вы знаете, было неожиданно, потому что я, как и, наверное, многие уже привык к тому, что все отрежиссировано, все отрепетировано, и результаты выборов известны заранее. И вот опять-таки говорю, что эти выборы, они были очень необычными, достаточно чистыми, и я думаю, что там как раз справедливость победила. Я, честно признаться, как-то больше симпатичен мне все-таки Урал, чем Москва. И вот, безусловно, приходцы Евгения Ройзмана. Как вы думаете, не будут ли на него как-то давить пытаться дальше? Все-таки неугодный, не совсем угодный в системе человек. Ну тут, знаете, когда человек приходит в власть, и я слушал, в общем-то, и его интервью, и так читал немножко, он, как бы я контент-анализ такой провел, для себя, конечно, что он, собственно говоря, собирается сотрудничать с властью. И это правильно, и ему никуда не деться, потому что можно быть каким угодно, так сказать, опять-таки, словом, революционером, пока ты не во власти, но если ты пришел во власть, и тебя окружают, в общем-то, люди определенной системой, ты все равно должен как-то находить общий язык и встраиваться в эту систему, потому что, в противном случае, ну, ты ничего не изменишь, ничего не сделаешь. Встраивайся и пытайся изменять систему изнутри. Но ведь, сотрудничая с властью, есть риск того, что ты, власть тебя, система поглотит, как вот балансировать, становится независимым? Ну давайте так, наш губернатор, что он, он тоже пришел, как очень-то, так сказать, человек из другой системы. Не из правящей партии. Да, и тем не менее, сейчас мы увидим, что достаточно хорошо строился в ней, нормально себя ощущает, да и мы тут же неплохо. Я напомню, что это особое мнение ректора Вятского социально-экономического института Владимира Сизова. Давайте от политики к экономике перейдем. В последнее время очень много экономических новостей появилось, в первую очередь на общероссийском уровне, но, так или иначе, если эти идеи будут реализованы, то они коснутся и нас же с вами, жителей Кировской области. Вот одна из таких идей. На прошлой неделе прозвучало предложение премьер-министра Медведева о том, что нужно заморозить тарифы естественных монополий, это и железные дороги, и подача электроэнергии, и подача тепла, заморозить эти тарифы в следующем году, в 2014-м, уже на уровне 2013 года. Известно мнение по этому поводу министра финансов Антона Силанова, он сказал, что да, возможно, заморозка, она как-то приведет к положительным результатам. Раз расходы уменьшатся, значит, и вот как-то мы сможем бюджет этого урезать, и, возможно, это пойдет на пользу. Вы, как профессиональный экономист, как оцениваете эту идею? Идея, безусловно, правильная, несколько запоздалая. То есть тарифы надо было, во-первых, не замораживать, они должны были быть такими высокими, какими они были на протяжении последних нескольких лет. То есть от 10 до 15 процентов это очень большое, именно тарифы так называемых естественных монополий, именно они разгоняют инфляцию, это безусловно. И та ситуация, которая сейчас сложилась у нас, в общем-то, это и их рук дело тоже. А вот заморозить совсем, ну сейчас, скажем так, это безвыходная ситуация, что замораживать. То есть лучше было не замораживать, потому что им тоже надо, монополиям, развиваться каким-то образом. Они строят свои планы действительно и так далее. То есть они не должны были быть вот столь высокими. Вот мое мнение. Потому что известно, то есть рост тарифов там дает определенный процент инфляции. То есть сюда можно и считать, вот насколько вы повысили тарифы, и сколько это приведет к какой инфляции. Ну, не знаю, почему-то не делалось. Видимо, хотелось заработать как можно больше, а сейчас это уже невозможно. А когда нужно было вклиниться? Вклиниться. В какой момент? Как минимум пять лет назад, когда вот, или до кризиса, который тогда начался, или хотя бы во время кризиса. Ну, там останавливались, конечно, росты на какое-то время. Вообще изначально. Всегда надо было это делать. То есть всегда надо было, ну, я предполагаю, что тарифы должны быть примерно в два раза ниже, чем они у нас устанавливаются каждый год. Вот тогда будет нормально. А вот в этих заявлениях власти, не первый раз ведь уже, да, заходит речь о заморозке. Есть ли нечто популистское, чтобы подкупить народ, ослабить напряженность? Думаю, что популизм возможен. В данном случае, не знаю, популизм это или реальное намерение, но судя по многим инициативам Медведева, которые он выдвигает, часто они не доходят до реализации. И возникает вопрос тогда, вот для чего, да. Потому что ведь это же, это действительно сказанные слова, а не принятый закон или какое-то постановление. Вот когда это реализуется в конкретных юридических документах, тогда мы будем говорить, был это популизм или это было действительно волевое решение председателя правительства. Ну, допустим, вот налоговые каникулы, да, предлагал же он тоже анализовать. Ну, вот Шувалов говорит, нет, нельзя. То есть, интересная у нас ситуация, получается, премьер-министр говорит, надо сделать, а, значит, ниже его по должности и званию говорит, нет, нельзя, не будем делать и так далее. Вот как вот это объяснить? А ведь помните, у нас, по-моему, даже неоднократно звучали призывы к тому, что нужно заморозить цены на продукты. Вот еще более интересный вариант. Нет, на продукты это невозможно, потому что здесь же нет естественных монополий, и здесь должен быть рынок живой. Заморозка цен на продукты только вызовет как раз и теневой рынок, и повышение их, и так далее, и даже приведение к тому, что карточки будут. Цены на продукты ни в коем случае замораживать нельзя, это должен регулировать рынок и естественный процесс. Вопрос такой попутный, сейчас для федерального бюджета одна из основных задач, это как сэкономить бюджетные деньги, вот вы какие-то пути экономии видите, основные, за счет чего? Ну, экономить-то можно много, за счет чего? Здесь надо смотреть по крупным каким-то статьям. Я в прошлый раз уже говорил, что, во-первых, не надо ввязываться в авантюрные какие-то пиар-проекты международные, но так вот, посмотрите, у нас в принципе, ну, вот, непопулярное с точки зрения власти, но надо экономить и на полиции, и на военных, это самые большие расходы. Это бы сейчас камень в сторону зарплат, подняли зарплаты полицейским военным. Ну, скажем так, не зарплаты, зарплаты пусть поднимают, но численность явно завышена, скажем так, полковников, генералов и так далее. Их столько не надо, и они не выполняют ту роль, которую, в общем-то, должны бы выполнять. Я не буду здесь, но понятно, о чем идет речь. То есть, это, в общем-то, зарплата идет напрасно, она не отражается эффективностью их работы. Это раз. Во-вторых, ну, вот, у нас очень большие расходы по дорожному строительству. И они, расходы, вроде бы, и строятся много, но, понимаете, если у нас километр дороги в среднем в пять раз выше по стоимости, чем в Европе, то, наверное, надо о чем-то задуматься. При этом зарплата-то ниже. Я бы, например, ввел, вот, если вы уж говорите, там, о продуктах, не о продуктах, а о дорогах, что, ну, для разных категорий дорог максимальную их стоимость километра. И что вот выше она не может быть, ни при каких конкурсах, ничего. Вот максимальная стоимость и все. И дальше только может быть понижение какое-то. И это каким-то вот таким волевым актом, не знаю, Дума, что принято. И изначально их снизить от того, что они сейчас есть, там, в два-три раза. Я думаю, что тогда бы экономия была очень-очень существенной. Ну, ведь зачастую и дорожники, и чиновники ссылаются на то, что у нас в России достаточно сложные климатические условия, да? Зима, лето, морозы, жара, болота непроходимые, леса. И это все в итоге сказывается на цене дорог. Вот этот фактор, насколько он значим? Ну, я не изучал конкретно те места, где дороги прокладываются. Думаю, что в Москве этот фактор влияет незначительно, а стоимость дорог там самая высокая. То есть, насколько мне известно, самая дорогая дорога была построена в Москве, когда километр дороги стоил, там, миллиард долларов. Ну, это, наверное, сюда запредельное совершенно. Вот хотелось бы уцепиться еще за тему, о которой вы сейчас проговорили. Это зарплаты. Буквально сегодня ведомости написали, опубликовали, точнее, данные исследования. Исследование провела международная консалтинговая компания «Хайгрупп», по-моему. Она выяснила, что в России у нас один из самых высоких в мире разрывов между зарплатами, которые получают начальники, руководители и их подчиненные. Вот этот коэффициент составляет 12,5 раз. Для сравнения, в США, в странах Европы на уровне 3-3,5%. Не обидно вам за простых работяг, которые получают гораздо меньше, чем начальники? Об этом много, в общем-то, говорят экономисты, и раньше говорили и сейчас, и это вот известная идея Сергея Глазева, академика нашего, что многие проблемы и социальные, и экономические, могут быть решены перманентным, в общем-то, таким повышением именно базовой оплаты труда, то есть минимальную оплату труда он предлагал повысить как минимум в 5 раз. И тогда многие вопросы будут решены. Ведь если сейчас, скажем так, начальники имеют возможность не платить низшему, так сказать, звену большие зарплаты, а фонд оплаты труда у них сохраняется, значит, они могут повысить его себе. Когда же фонд оплаты труда будет в основном распределяться среди рабочих, то на себя-то много не останется. Но это я имею в виду бизнес, если. Но что касается власти, то здесь просто наш моральный облик власти об этом говорит. Потому что, конечно, я не против высоких зарплат. Высокая зарплата всегда хорошо, но она должна строго выплачиваться за эффективность работы. То есть корреляция должна быть. Не просто так, вот такая тарифная ставка, тарифная сетка, все понятно с этими тарифами, то есть можно всегда добиться того, чтобы тебя перевели с одного разряда на другой. Это способы разные, если честные и нечестные. А вот если будет зависеть твоя зарплата от эффективности твоей деятельности, вот это справедливо, тогда получай хоть миллион, хоть два. Если ты принес стране, скажем так, за этот миллион 100 миллионов прибыли, то почему бы тебе миллион не заплатить? А если ты, значит, только кровь сосешь, еще за это деньги получаешь, то вот как-то... А как оценить эффективность работы того же дворника, рабочего, который у станка стоит? Ну это как раз проще всего оценить, потому что ведь у дворника есть норматив, что он должен очистить и с каким качеством. Это нет, здесь проблема не в этом. Проблема в том, как оценить эффективность управленческой деятельности. Но вообще есть методики и того, как ее оценивать. В принципе, это такой экономический вопрос, но я вам говорю, что есть целые учебники на эту тему написаны, но не применяются. А вот, кстати, люди, молодые люди, которые стремятся получать высшее образование, и вот сейчас, да, до сих пор у нас очень высокая востребованность специальностей управленческих, она молодежь в этом смысле тоже, наверное, подстегивает, да, не стремятся к большой зарплате. Так вы сами, собственно говоря, ответили, почему стремление есть среди молодежной среды к управленческим специальностям быть управленцами, потому что если разница, как вы сказали, в 12 раз, я думаю, что выше, потому что если, так сказать, другие приоритеты, вернее, источники доходов у руководителей, да, то, как бы, понятно, почему молодежь стремится стать управленцами. А как все-таки молодых людей к рабочим специальностям поплотнуть, ну, не таким престижным, как менеджер, юрист, экономист и так далее, то какой степени вот этот рынок труда может насыщаться? Это зависит только от зарплаты, и больше ничем здесь чисто пиаром и убеждением. Ведь в течение последних 12 лет молодежь агитирует, что не хотите учиться в УЗУ, идите в ПТУ или другие, получайте рабочие специальности. Но если он приходит к Санку и получает там, ну, в общем-то, не самую высокую зарплату, то, вот, понимаете, тяжелый физический труд, ну, за зарплату, пусть, 20-25 тысяч, и не тяжелый физический труд за ту же зарплату, что вы выберете? Безусловно, пойду по более легкому пути, знаете, я тоже не главы. Ну, вот так вот, поэтому, чтобы, ну, я знаю, что есть и сейчас различные, даже в сельхозпредприятиях, где там доярки по 30 тысяч, у нас же области. Да, известно, такие доярки есть. Получают. Так там люди и держатся, и туда идут, и не думают убегать оттуда в УЗУ. Нет, на самом деле, текучка там есть. Я к тому, что все-таки зарплата, она вот определяет, определяет. Если будет высокая зарплата, но очень трудно, на самом деле, вот всем сотрудникам, рабочим, тем же выплатить высокую зарплату, потому что предприятия наши в основном все на грани банкротства, все живут на кредитах и так далее. То есть, если платить высокую зарплату, то просто обанкротиться. Но здесь вот в чем проблема. В том, что у нас экономика находится, идет, так называем, на четвертом технологическом укладе. Это что означает? Ну, это, скажем так, индустриальная экономика, то есть, когда выпускаются в основном товары массового потребления, то есть, это все страны развитые прошли, но, понимаете, это было в течение всего 20 века, то есть, в общем-то, мы немножко отстаем. Да не немножко, наверное. Ну, лет на 50. Да, гораздо, да. Ну, в масштабах вселенной это не так много. Но мы-то живем гораздо меньше. А тогда как развитые страны все уже давно перешли в пятый технологический уклад, который как раз характеризуется вот развитием интернета, мобильной связи, ну и прочее, прочее. Но мы, конечно, этим всем пользуемся, но не мы производим все это. То есть, эти программы и так далее. То есть, мы их покупаем. То есть, мы оплачиваем, собственно говоря, труд наших зарубежных коллег. И они получают вот такую интеллектуальную ренту. Поэтому вопрос о том, нужны рабочие или не нужны, вы знаете, нужны, конечно, ну, вот на данный момент, если мы говорим вот так, о текущей тактической задачи, рабочие нужны. Но если смотреть стратегически, нужны все-таки умные, грамотные ребята и экономисты, и инженеры, и управленцы. Потому что, вот я читал, значит, обзоры по управлению, сам управлением занимаюсь. Некоторые эксперты считают, что уровень управленческой культуры и вообще управления в нашей стране находится на уровне 14 века. Вот как там было 14 века, барин пожелал, сделал. В средние века, тогда как, значит, в развитых странах давно уже используются другие совершенно технологии управления, такие, ну, допустим, рефлексивное управление или там инжиниринг есть управленческий и так далее. Сейчас немножко, ну, понятно, о чем идет речь. То есть большинство из наших, там, студентов или, уж не говоря, управлянцев, когда беседуют с ними на эти темы, они этих слов-то не слышали даже, понимаете? А там это... То есть не только техника, но даже в управлении мы отстаем. Поэтому вот стратегически очень важно все-таки высшее образование и качественное, конечно, высшее образование, которое сможет нас вывести в пятый технологический уклад. Вот хотя сейчас на Западе уже формируется, и говорят, к 15-му году развитые страны, такие как США, там, Великобритания и, кстати, Китай. Но Китай все-таки вторая экономика в мире сейчас. Ну, вторая экономика, но, понимаете, неожиданно для меня, для самого года, что уже ее считают развитой страной. То есть экономика экономика, а развитость это немножко другое. Там экономика ВВП, общая ВВП, а если мы там пересчитаем на отдельного гражданина, то есть есть такое еще, да, то у нас, например, в России ВВП будет больше, чем в Китае. Ну, это понятно с чем, с демографией. С демографией. Поэтому, так вот, они уже переходят на шестой технологический уклад, который вот это генная инженерия и нанотехнологии и так далее. А мы еще пятой не проскочили. Ну, это что делать. Как бы нам ускориться, да. У нас время перерыва небольшого, буквально пару минут, спрервемся и затем продолжится. Особое мнение Владимира Сизова, ректора Вятского социально-экономического института. Продолжается особое мнение. Меня зовут Владимир Сметанин. Напомню, кто сегодня является гостем нашей студии. Это ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сизов. Мы продолжаем. И еще одна тема, очень немаловажная, одна из самых, наверное, наиважнейших. Вчера у нас был посвящен дневной разворот, разворот на бизнес этой теме. Это рост цен на жилье. Вот вчера по итогам программы у меня сложилось такое печальное достаточно мнение. Ну, говорили мы, обсуждали. И так и не поняли, собственно, можем ли мы остановить рост цен на жилье. И тем более, можем ли мы снизить стоимость квартир. По последним данным Росриэлта, стоимость квартир у нас в сентябре в Кирове в этом году составляет порядка 46 тысяч за один квадратный метр. Год назад было около 38 тысяч. Вот как раз-таки скачок такой, почти на 10 тысяч, а всего-то за. Как Вы считаете, Владимир Сергеевич, все-таки можем ли мы остановить цену, рост цен на жилье? Вопрос, конечно, банальный, но хочется верить. Как искусственно это Вы хотите? Все-таки это рыночное жилье, поэтому если на первичном рынке застройщик захочет установить цену ниже рыночного, он это может сделать, вот это искусственно. Но его кто-то к этому должен принудить. Причем это принуждение должно быть очень весомым. В противном случае, почему он должен снижать? На вторичном рынке это вообще невозможно, потому что это свободный рынок. И рост, он обоснованный рост, в принципе. То есть это инфляционное ожидание. Вы посмотрите, как падает экономика, как растет доллар. И люди всегда во все времена, в первую очередь, искали что-то более устойчивое. И в представлениях многих людей это жилье, это недвижимость, то есть которая вроде бы как бы не обесценивается. Хотя кризис 2008 года показал, что и жилье может очень сильно упасть и обесцениваться. Но тем не менее, куда вкладывать те деньги, которые у населения сохранились? Ну никто же, разумный человек, скажем так, в акции, облигации не вкладывает. Потому что они-то сгорают на раз. А жилье, ну может и подешевеет, но оно остается. И с ним можно что-то сделать. Да, вот это все объяснение. То есть это инфляционное ожидание и не более того. Там же еще большой роль играют вот эти естественные монополии, опять же, которые занимаются подведением газа, электроэнергии. По последним данным, буквально треть стоимости квадратного метра это все-таки составляет подведение этих коммуникаций. Можно ли с ними как-то бороться? Так нет, они же и раньше были, и раньше подводили. То есть этот процент всегда застройщикам учитывается. То есть я не знаю, насколько в стоимости жилья надо смотреть именно процентам отношений. Мне кажется, процент не сильно увеличился. Он всегда был. Ну не знаю, можно ли так сформулировать вопрос. Вот ваш совет, совет экономиста, тем, кто сейчас собирается покупать жилье. Подождать немножко? Нет. Или все-таки покупать? Нет, я думаю, что даже, скажем так, уже поздно. То есть покупать надо было летом, а лучше весной. Ну где-то вот май, июнь, и я своим, скажем так, коллегам советовал покупать жилье. Сейчас уже немножко, скажем, еще не пик, но выигрыш будет небольшой. Еще один вопрос, касающийся покупки жилья. Зачастую и в большинстве, наверное, случаев жилье покупается в кредит, ипотека. Ну все мы прекрасно знаем, читаем, что в последнее время с кредитованием происходит. Это буквально на каждом шагу можно получить какие-то микрозаймы и так далее. Вот этот вот мыльный пузырь, который надувается, да, жизнью в кредит, чем это чревато? Ну тем, что он рано или поздно лопнет, безусловно. И что нас ждет? Я стараюсь, например, кредиты не брать, кредиты выгодно брать только в условиях гиперинфляции. Во всех основных случаях их брать невыгодно. Ты сюда переплатишь гораздо больше, чем инфляционный, так сказать, процесс идет. Поэтому если нет жизненной необходимости, то лучше не брать. Лучше не брать. А, значит, что касается микрокредитования, там вообще это разбой среди белого дня. То есть люди не понимают от финансовой безграмотности, что их, в общем-то, ну действительно, я не знаю, кроме другого слова, как просто, я не могу это сказать. Разводят еще можно. Ну развод, да. Это такое, да, сландовое слово. То есть микрокредитование, это архиопасно, то есть я бы никому не рекомендовал. А многие придерживаются точки зрения, вот по мелочи не буду кредиты брать, а возьму, вот, ну ипотеку тоже возьму. Вот как вам это кажется? Ну вот я и говорю, что если нет жизненной необходимости, кредит надо брать, но ведь жилье, это жизненно необходимо. Поэтому если ты берешь кредит под жилье, которое тебе действительно необходимо, в том числе ипотечное, то, ну а что делать? Надо как-то выживать. Потому что на зарплату-то ведь не купить жилье. Ну да, безусловно. Ну не всем, конечно. У кого-то зарплата и позволяет, возможно. Давайте еще коснемся чиновников. Очередная идея прозвучала, касающаяся госслужащих. Идея вот в чем заключается. Группа депутатов Госдумы, видимо, это уже на форме законопроекта оформлено, предложила ввести некое квотирование числа чиновников в регионах. Не знаю, почему только в регионах, почему не в столице тоже бы это сделать. Депутаты предложили, давайте определенное число чиновников, вот какую-то цифру мы установим для регионов. Если эта цифра будет превышена, то будем как-то рублем карать или не додавать из федерального центра. Ну и к тому же вот эти депутаты предложили как-то еще и скорректировать зарплату чиновничью. По поводу чиновничьих зарплат и по поводу бюрократического аппарата. Какие у вас мысли с этим возникают? Действительно их много. Я, кстати, поддерживаю вашу мысль, что надо не только в регионах чиновников ограничивать, а, прежде всего, в федеральном центре и федеральных чиновников, но и в регионах тоже. Потому что, конечно, много, много. То есть, если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, 1,3% чиновничьих должности занимаются. Населением? По сравнению со всем работающим населением. Раньше было гораздо меньше. То есть, и рост за последние 10 лет, там, по-моему, может быть, не 10, может быть, 15 лет, по-моему, на 60%. Но вот как раз эти депутаты приводят примеры. Если в 2000 году было 1,160,000, то сейчас, 10 лет спустя, ну, точнее, в прошлом году, в 2012, там почти 1,600,000. Ну, вот я говорю, где-то около 60% увеличения. То есть, это при том, что существуют компьютерные технологии, и сейчас можно и документы по интернету себе пересылать. То есть, и рассмотрение всего. То есть, если мы облегчаем жизнь с помощью технологий, то почему количество чиновников-то увеличится? Их должно уменьшаться. Возьмем царскую Россию, никаких компьютеров не было. Все делалось, так сказать, пером и бумагой. И, тем не менее, страна существовала и даже процветала. Мы же все время себя сравниваем с периодом до 1913 года. То есть, Россия была одна из ведущих стран. Значит, количество чиновников и уровень информатизации, компьютеризации никак не влияет на их эффективность. О чем мы, кстати, говорили вот с вами, что надо через эффективность, вернее, зарплату чиновников простраивать через эффективность их работы. То есть, нужны какие-то оценочные методики и начисление зарплаты, соответственно, от того, как эффективно они поработали. А уменьшение числа чиновников – это только положительный процесс? Или есть там все-таки какая-то негативная сторона? Или это же чиновники не совсем? Ну, конечно, последствия могут быть и негативные, если не перестраивать работу чиновников. То есть, если мы уменьшаем, понятно, что структура полностью должна изменяться. Под новую численность работников должны быть пересмотрены те направления, по которым они работают. Ну, я вот приводил пример, что если раньше, 10 лет назад, 12 лет назад в статистику мы сдавали отчетность на двух страничках, то сейчас на 22 страничках сдаем. То есть, ну ведь каждая отчетность, каждая строка под собой подразумевает целый, ну не знаю, томик, так сказать, различных действий, которые первичные действия. То есть, количество чиновников, желание их все и себя знать, все и себя, так сказать, проверить, оно на самом деле усложняет жизнь всем абсолютно вне зависимости от бизнеса или это культурные какие-то и учебные организации. Потому что приходится, на самом деле у нас половина сотрудников работает на отчеты, они не занимаются живой работой. И сокращение числа чиновников, я думаю, сократит в том числе, так сказать, и вот эту совершенно ненужную, бесполезную работу. Я могу немного заблуждаться или ошибаться, но, по-моему, в Советском Союзе численность чиновничьего аппарата была в 4 раза меньше, чем численность чиновничьего аппарата сегодня в России. И работали, и страна посвятала. В СССР в целом? Да, в СССР в целом. Но я понимаю, что там могут сказать, что была партия, то есть это тоже чиновники. Но партийных чиновников было все-таки меньше, чем госчиновников, даже если мы скажем, что было не в 4, а в 3 раза меньше. Все равно показатель эффективности работы чиновничьего аппарата в Советском Союзе и в России он налицо, что сейчас просто неэффективен аппарат. У нас остается пару минут, и вот тоже вопрос про чиновников. Есть такой сайт «Российская общественная инициатива», вы знаете, вот она же с подачи Путина появилась, да, вот эти 100 тысяч голосов, и тогда инициатива может быть рассмотрена. Одной из первой рассмотрелась инициатива об ограничении стоимости автомобилей для чиновников. Алексей Навальный предложил эту идею, он высказался за то, чтобы более полутора миллионов, если стоит машина, полтора миллиона рублей, и все, запретить покупать. Иди отвергли, как ни странно, сослужившись на то, что основная масса чиновников в качестве служебных автомобилей приобретает машины стоимостью 700-800 тысяч. Вот если принять эту инициативу, то все они начнут как раз-таки в 2 раза дороже покупать автомобили. Как вы считаете, нужно ли ограничивать расходы, вот мы, народ, можем ограничивать расходы чиновников на автомобили все же? — Тут должна все-таки идти речь о каких чиновниках мы говорим. Если это региональные чиновники, то понятно, что какой-то процент от бюджета региона выделяется на техническое оснащение, в том числе и на автомобили. То есть, если регион достаточно хорошо зарабатывает, то он может позволить своему чиновнику покупать более дорогие машины. Если не зарабатывает, то он, конечно, не может позволить. Но еще раз говорю, это должно определяться конкретным процентом, заложенным, какой процент от бюджета можно потратить на эти цели и не более. А вот говорить о полутора миллионах за автомобиль, ну понимаете, для губернатора, наверное, за полтора миллиона автомобиль это плохо. Почему? Потому что у нас как-то не странно, как ни странно, часто губернаторы попадают в аварии, в том числе со смертельными исходами. Посмотрите, сколько у нас губернаторов погибло на дорогах. То вот в Костроме погиб, то не очень давно, Евдокимов погиб и так далее. То есть, там все-таки нужны хорошие автомобили, а хороший автомобиль, он, ну, от трех миллионов идет, а не от полутора. Ну, как раз таки, у нашего губернатора автомобиля от трех миллионов рублей. Пора, наверное, завершать, потому что поджимает нас время, времени, точнее, не остается. Благодарю нашего гостя, Владимир Сизов, ректор Ивятского социально-экономического института. Спасибо, что пришли, удачи вам. Спасибо вам. До свидания, всего доброго.